КОРУПЦИЯ КОРУПЦИЯ за последние 20 лет стало чем-то обыденным. Ну, попался там где-то какой-то чиновник-взяточник, а у меня кот в туалет сходил. И что? Начинаем! Больше чем уверен, даже те наши соотечественники, которые ни разу не были в Москве или бывали проездом, короче, города не знают, даже такие люди в курсе, что это за архитектурное сооружение. Да, это комплекс Москва-Сити, место, где сбываются мечты, где пахнет деньгами, где тусуются самые богатые люди в стране, а еще здесь безумно дорогая земля, и это самое главное. Так вот, на протяжении 500 лет рядом стояла деревушка Терехова, так она называется, вы не поверите, но ее даже в 90-е и потом при Лужке никто не трогал. Деревушка эта была чем-то вроде экзотического островка в самом сердце одной из крупнейших столиц мира, но однажды в эти земли пришла эпоха стабильности, все, сносят теперь ту деревушку, и будет там фешенебельный дорогой район, вторая рублевка. Вы да сейчас спросили, а что с местными жителями? Да ничего. Под зад и на улицу идите вон по теплотрассам, а лучше чемодан, вокзал, страна большая. На самом деле таких историй достаточно много, когда местные жители рядом с новым строящимся объектом отказывались от тех денег, которые им предлагают, например, в деревне... ой, в деревне... Это потому что в Рюте, вот Господь, вот-вот... Ну зачем вы вот это вот вставляли? Пожалуйста, не мешайте мне работать, я серьезно сейчас. В Рюте, ну зачем? Кому предлагали... Впрочем, в глазах общественности действительно строительство ведется согласно букве закона. Об аборигенах, конечно же, позаботились, все это в эфире Собянинского телеканала Москва-24. С утра до вечера рассказывают такие вот девочки-сосульки. Пропагандистская съемочная группа дежурит на точке почти круглосуточно, чтобы в любую секунду по звонку быть готовыми. Все прекрасно, местные довольны, пекут пироги, водят хороводы, боготворят Сергея Семеновича. Но мы-то с вами понимаем, что там на самом деле происходит и как происходящее называется. Обидно, но обморок с промытыми мозгами, обморок от слова «обмороченный» все равно той девице быстрее поверит. Это реальная журналистика в стране рабов, в стране господ тема сегодняшнего выпуска. Поехали! На самом деле в это сложно поверить, но Москва с точки зрения коррупции далеко не самый беспредельный город. И это вполне объяснимо. Здесь слишком много продуманных господ, что в конечном итоге выливается, если можно так выразиться, в конкуренцию. Все друг за другом присматривают, поэтому какой-никакой порядок присутствует, настоящий клондайк для проходимцев в ближайшее Подмосковье. Вроде уже и не Москва, а место, ой, хлебное. Особенно, если тебя на это хлебное место посадили ночпродом. Знакомьтесь, один такой жуликоватый ночпрод, глава Люберецкого городского округа Владимир Ружицкий. Самый главный в Люберцах. Даже главнее певца Расторгуева. Ответственный пост мужчина занимает почти 15 лет, а поэтому ну надо ли говорить, что за такой долгий срок чиновник просто не мог не успеть подмять под себя весь город. Сегодня без дяди Вовы там муха не пролетит. Вопрос следующий. Хотелось бы, чтобы Игорь Николаевич ответил. Неужели не было других мест? Почему рубят деревья в нашем парке? Собственно, кто дал на это право? Я скажу, я не знаю, чтобы в парке рубили деревья под храм. Есть такое? Нет. Есть. Друзья мне не распуску. Что деревья взрубили? Вообще Ружицкий постоянный участник всевозможных скандалов. Человек никогда не скрывал, что чихать он хотел на мнение горожан и говорил об этом прямым текстом. Кстати, я не пошутил сейчас. Если кому-то что-то не нравится, уезжайте. На кадрах, которые вы только что видели, запечатлен сход граждан в защиту парка Томилина, на территории которого мэр единолично решил построить храм, вырубил огромное количество зеленых насаждений. Вот. Ну, тут видно, да, что тут целая груда просто вырубленных деревьев. Вот тут что примерно происходит. Вот здесь вот огромная такая дорога получилась, широченная. На месте этой дороги был лес. Перемалывают все эти деревья в труху, в опилки. И вроде как вот целая гора опилок, вы видите, да? Кстати, вот здесь вот лучше небольшое лирическое отступление сделать. Ну так, предлагаю немножечко расслабиться и улыбнуться. Посмотрите, как эту же историю освещали карманные пропагандисты господина Ружицкого. Несмотря на заявленную основную тему встречи, работа правоохранительных органов, разговор начался совсем с другого. А когда будет в Томилино храм построен? Этот вопрос волновал всех собравшихся на встрече. К его обсуждению периодически возвращались на протяжении всего вечера. Ладно, шутки в сторону, возвращаемся к нашим баранам. А почему такое происходит, как вы думаете? Почему Люберецкий Головнюк ведет себя с людьми настолько по-хамски? Я вам отвечу. Да потому что он на свою должность ни разу в жизни не избирался. Его всегда назначали, поэтому и работает данный чиновник в интересах папиков наверху. Главное, чтобы там были довольны. Красивыми отчетами. Успешной реализацией дорогостоящих проектов по отмыву денег, отданных на откуп нужным людям. Вообще, в современной политике, если ты хочешь сидеть на попе ровно или двигаться по карьерной лестнице, нужно уметь угождать правильным дядькам. Народ это холопы, которые ничего не решают. Будь эти людишки хоть сто раз недовольны, плевать. Главное, чтобы они были счастливы. Тогда и в твоей жизни все будет тип-топ. Данное правило Ружицкий выучил как отче наш, посему и остается бессменным завхозом в своей отчине. К чему я показал эту стройку, объясняю. А просто если кому-то вдруг почудилось, что Владимир Ружицкий такой весь из себя халдей-бессеребренник, лишь бы кресла не отбирали хиппопартийной линии, нареканий не было, название партии надо говорить. Так вот, ребята, я вас расстрою. О себе Владимир Петрович давным-давно позаботился. Он в Люберцах сидит на самой жирной теме. Строит. Причем все подряд. Районы, кварталы, жилые массивы. В данный момент в городе реализуется масштабный проект по возведению гигантского жилого комплекса в районе птицефабрика. И не важно, что народ возражает про отношение чиновника к народу, я все сказал выше. Вообще, если зайти на сайт Люберецкой администрации или телекомпании, и местной, они там, правда, все время что-то строят. Сдали в эксплуатацию один торговый центр, другой. Один многоквартирник, второй, третий, храм, еще что-то. В чем изюм? Да это же аксиома. Как проще всего украсть деньги из бюджета? Затей стройку века. И вуаля. Справедливости ради скажу. Строительством господин Люберецкий мэр занимается не сам, а то начнут сейчас особо одаренные меня разоблачать, мол, мы не нашли у человека никакого бизнеса. Разумеется, он же чиновник. Основным застройщиком в городе является Валентина Михайловна, ружицкая супруга, которая владеет аж десятью строительными предприятиями. И работают ее компанией, ух ты, по любому профилю. Возводят жилые и нежилые здания, разбирают постройки, сносят их, проводят земельные работы, занимаются водоотведением и прокладкой канализационных труб, даже автомагистрали и железные дороги укладывают. Алло, мы ищем таланты. И да, мы ведь с вами верим, что муж чиновник тут ни при чем. Все господряды, дама получается ману везучая. Просто, кстати, не только с господрядами ружицкой везет. Пару лет назад мадама скандалилась. Они построили в Балашихе торговый центр «Светофор». После сдачи объекта в эксплуатацию обнаружилась масса нарушений. Но недолго музыка играла. Торговый центр «Светофор» – популярное место отдыха балашихинцев. Ежедневно сюда ходят тысячи людей. Здесь, на четвертом этаже здания, располагается игровая зона и кинотеатр. Большая часть посетителей – дети. Недавняя проверка здания на пожарную безопасность серьезных нарушений не выявила. Вообще, эту песню «Не задушишь, не убьешь» я могу продолжать еще долго. Ну, 15 лет человек в кресле мэра сидит. Представляете, сколько уже успел наворотить за это время эфир нерезиновый. Но со своей стороны предложил бы подумать вам вот о чем. А это ведь только одна история. Одного города. Одного чиновника, который имеет этот город, как ему вздумается. Прикиньте в масштабах России, что творится. Особенно если осознать, что каждый второй мэр у нас такой вот ружицкий. Ладно. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.